не в напряг, а именно в удовольствие, вот про это мы с вами будем в том числе сегодня говорить. Одна из таких меню недели это новогодняя тема, где готовятся хозяйки к Новому году. И мы вот 6 лет подряд уже делаем Новый год в формате Новый год без плиты. Кто-нибудь, посмотрите, я не успею сейчас... Так, кусками пропадает, давайте сейчас я звук проверю. Так, кто не знает, что такое Новый год без плиты, напишите, пожалуйста, да, я коротко расскажу. Концепция Новый год без плиты это мы всю подготовку к Новому году, мы не делаем это за один или за два дня, мы делаем это в течение месяца маленькими шагами, готовимся тоже с удовольствием к Новому году. Таким образом, чтобы 31 числа у нас все, абсолютно все было готово. То есть, начиная от нашего внешнего вида, гардероба, украшения дома, подарки, поздравления, развлечения для гостей и в том числе новогодний стол. То есть, мы то, что мы сделаем сегодня, мы... Я помогу вам подобрать такие рецепты и составить заранее все, все блюда подготовить. Так, звук. Давайте проверяем качество звука. У кого звук есть хороший, ставьте плюсик. У кого проблемы какие-то со звуком, минус ставьте, пожалуйста. Я буду знать, что происходит. Да, запись я постараюсь сделать. Я надеюсь, что Инстаграм в этот раз не подведет и запись сохранится. Но лучше присутствовать до конца, потому что, смотрите, у нас всего лишь час, и за час у вас уже вопрос с меню будет закончен. Плюсик есть, с звуком все хорошо. Звук периодически пропадает. Ладно, я поближе, поближе микрофон. Звук плюс-минус, плюс-минус. У кого как? Хорошо? Будем ориентироваться, что все-таки больше плюсиков. Итак, начинаем. Так, берем удобно камеру. Значит, листочки все взяли, да? Значит, наш первый шаг. Вам сейчас нужно перенестись мысленно вот в даты 27, 28, 29, 30. И подумать, когда вы будете готовить дату и время. То есть подумайте про числа, дата и время, когда вы можете готовить. Я вам покажу пример, как это может выглядеть. Вот смотрите, у меня на компьютере, например, да? Когда вы будете готовить. Это прямо надо записать. Записать на листочке бумаги. Так, числа. Ну, например, я могу готовить 28, 29 декабря вечером и 30 декабря утром и вечером. То есть могу больше всего выделить из своего времени этот день 30 декабря. Но немножко еще 28, 29 что-то несложное. 31 декабря я вообще ничего не буду готовить. Мы 31 декабря взяли уже билеты на елку. Мы прямо всей семьей идем на елку на целый день и вечер. А утром? Утром тоже не надо ничего готовить. Я уже рассказывала, кто участвует часто в марафоне Новый год без плиты. Вы знаете, наверное, что у меня в этот день у нас еще двойной праздник. И Новый год плюс день рождения мужа. Ему не повезло, он родился 31 декабря. Но мне немножко в этом плане повезло, потому что нужно делать, накрывать один стол. Но 31 числа мы, конечно же, полностью уделяем внимание только семейным вопросам. Итак, написали? Если записали, ставьте тогда уже плюсик, что вы сделали. То есть вам нужно определить время, с датой мы уже определились, определить время, сколько вы можете потратить на приготовление еды. Прямо вот по часам. Вот, например, пока ребенок в саду с 9 до 12. Отлично, отлично. Хорошо, все, идем дальше. Сделали, плюсики поставили. Следующее, что нужно подумать. Вот смотрите, мы еще до составления меню еще делаем очень много предварительной подготовки теоретической. Теперь просто напишите в чат, сколько человек будет за праздничным столом. Просто посчитайте. У меня, например, вот, ну может, пример, например, 13 человек, семья 5 человек, плюс родители, плюс семья. Может быть, другая ситуация, когда в этом году минимум будет моя семья 5 человек и, возможно, еще присоединится семья родственников, еще 3 человека. Вот они еще пока точно не знают, поэтому я составляю меню в условиях неопределенности от 5 до 8 человек. Ну вот вы тоже пишете, 2, 4, 4, 4 человека, да, в основном у нас, в основном у нас небольшие семьи, да. Так, хорошо, 7 человек, 11 человек. Ну, у кого, у кого до 6 человек, вам, конечно, будет проще. У кого большое количество людей, соответственно, у вас будет немножко сложнее меню и по разнообразию, и по количеству блюд, но тоже сейчас сделаем. Хорошо, супер, все записали, да, определились, определились, кто будет за праздничным столом, какое количество людей, 10, 6, 8, 4, 3. Обязательно, девочки, обязательно это пишем, потому что, исходя из этого, мы дальше будем рассчитывать количество, сколько нам нужно приготовить. И причем, когда мы уже знаем, кто у нас будет за праздничным столом, соответственно, мы можем делать выбор блюд. То есть, если, например, за праздничным столом будут дети, то мы понимаем, что у нас должно быть, в меню должно быть блюдо, которое подходит, например, деткам маленьким, да. Если у нас будут за праздничным столом представители старшего поколения, родители, то неплохо бы включить какие-то не модные какие-то там салаты-закуски в стиле фьюжн, да, что-то очень привычное, традиционное, то, что у них ассоциируется обычно с Новым годом, например, там салат оливье или что-то со шпротами, да. Хорошо, все сделали. Отлично. Идем тогда дальше. Дальше, сейчас я вам сразу покажу. А дальше очень классный вопрос. Вот задайте его себе. Вы сейчас будете сами готовить или сможете привлечь каких-то помощников? Вот кто это может быть? Что им можно поручить? Вот думаем. Значит, ну, пример в моей семье, да, я могу обязательно попросить мужа, чтобы пока я буду готовить, он организовал детей, например, на какую-то прогулку или какую-то деятельность, чтобы он, чтобы дети мне не помогали на кухне, да. Мужу можно попросить там помыть посуду, сходить в магазин, почистить картофель, он с этим виртуозно справляется, да. Дочка у меня старшая, ей 7 лет, она тоже какие-то простейшие кулинарные операции может. Там, например, лук почистить от шелухи, яйца, украсить десерты. Ну, средняя дочка тоже с какими-то вещами таким очень простыми справится. Гости, да, то есть если ко мне приходят гости, они обязательно заранее получат тоже какие-то задания, например, принести торт или принести напитки, возможно, алкогольные, если они будут пить, фрукты купить. То есть сразу я планирую, кто участвует вот в этом всем празднике, кому что можно делегировать, кого, о чем можно попросить. Ну, смотрите, вы тоже пишете, что в основном мужа напрягаем, да, бабушку напрягаем, маму, отлично. О, подругу, подругу даже есть вариант попросить, хорошо, вместе с мужем, да. Смотрите, особенно если у вас есть гости, тоже, ну, принято в нашей культуре, что обычно гости приходят с какими-то подарками или даже спрашивают, что сделать, чтобы помочь принести. Это абсолютно нормально, если вы заранее скажете, что, например, вот у меня есть какой-нибудь там такой салат, вот приготовь его или принесите такие-то напитки или фрукты. То есть сразу это тоже обозначить, и это облегчит вам жизнь и облегчит подготовку. Хорошо, готово, да? Если не готово, поставьте минусик, я тогда еще немножко задержусь, чтобы все мы одинаково шли по планированию. Так, хорошо, минусиков нет, все успели, все успеваем. Хорошо, в основном девочки все сама, все сама. Так, хорошо. На самом деле, если есть возможность попросить мужа сделать хоть что-то, ну, продукты принести, да, обязательно это используйте, потому что Новый год семейный праздник, и в том числе подготовка к нему тоже, тоже это такое дело, которое можно разделить эту радость вместе с другими членами семьи и гостями. Ну вот, все, мы тогда с вами это сделали. Сейчас давайте подумаем. Сейчас мы будем думать и про время, и про количество блюд. Итак, сколько вы блюд будете готовить? И сколько времени они займут? Вот, например, я традиционно каждый год готовлю примерно одно и то же количество блюд, и я знаю, что этого хватает, и причем хватает и на 31-е, и на первое число, и еще иногда остается и на второе число. Значит, это будет два салата. Один тот, который можно деткам, маленьким моим, один салат, который можно взрослым. Это будут две закуски. Две закуски для тех, которые люблю я и любит муж. Это будет нарезка, обязательно сырная, мясная, но это то, что даже не нужно готовить. Два горячих блюда. Оптимально, если каждое не более 30 минут активного времени готовки, но можно и минут там до часа. До часа это прям предельное, больше нельзя. Один гарнир. Гарнир в нашей семье все любят один и тот же, это картофель, картофельное пюре, поэтому можно одним гарниром ограничиться. Два десерта. Десерты у нас все-таки трое деток, они прямо этого ждут для них. Намного важнее наличие десерта, чем разных салатов и закусок. И если все время вот так примерно посчитать, то это будет 4,5 часа. Вот давайте, как сейчас с вами тоже. На бумаге, на листочке, вот так вот прикиньте, как я, да? Сколько вы будете готовить? Салаты примерно занимают полчаса. Салаты, ну вот такие праздничные салаты, где нужно или украшение, или несколько слоев обычно делают. Такие не повседневные салаты праздничные, это примерно 30 минут занимают. Закуски могут немножко меньше, но 20-30 минут. Горячее блюдо стараемся выбирать те, которые готовятся практически сами, то есть до 30 минут. Один гарнир, ну тут тот же самый картофель почистить, да, и пюре сделать 20 минут активного времени. И два десерта. Итак, посчитайте это время и напишите, пожалуйста, в комментарии. Прямо напишите, сколько времени, по времени, по часам у вас получается. Подготовку салатов. Да, да, все это сюда, все активное время. Смотрите, например, когда вы делаете салат с пропиткой какой-то, да, там, с какой-то соусом, ну, селедка под шубой, например, под майонезом, вы активного времени готовки, когда вы все нарезаете, чистите ручками, это может быть, там, 30-20-30 минут, а потом еще, например, 12 часов эта шуба пропитывается. Конечно, мы эти 12 часов, которые она в холодильнике стоит или на балконе, мы в это время не включаем, потому что ваши ручки в это время не заняты, вам будет заняты только вот эти 30 минут. Итак, пишите время. 3-4 часа поконкретнее. То есть разбежка не должна быть более получаса. Именно время, девочки, самое важное, что сейчас нужно понять, сколько времени, на сколько времени вы замахнулись. Потому что такая распространенная ошибка, когда вы в желании сделать классный Новый год, запланируете кучу блюд, а когда дело дойдет уже до реального их воплощения, вы обнаружите, что вам для того, чтобы все это наготовить, нужно провести на кухне часов 6-7. И вообще никакого праздника уже не захочется. Просто потому что это очень много, и это достаточно тяжело, а свою жизнь можно и даже нужно облегчить, выбирая другие рецепты и другие блюда. И расскажу тоже. Вот сейчас мы дойдем до выбора рецептов, я вам покажу примеры. Примерно считайте, да? То есть, смотрите, даже мое помпезное достаточное меню, где там по 2 салата, по 2 закуски, по 2 горячего, по 2 десерта, это всего 4,5 часа. Поэтому не пугайте меня, те, кто пишут по 6-7 часов, да? Это не так. Хорошо. Ну, так, 5-6 часов будем сокращать. Правда, я хочу вам немножко облегчить жизнь. Это 7 часов – это ужасно. Это ужасно, правда. Ну, можно и нужно меньше. Хорошо, все определились. Да, ну, во-первых, мы 31-го не готовим. Мы делаем все заранее. И выбираем такие рецепты, которые можно заранее приготовить. 7 часов – ужасно. Нет, 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 нельзя 7 часов готовить. Еще раз сейчас пересмотрим все рецепты, что вы написали. Итак, пошлите дальше. Теперь, ну-ка, будем чертить вот такую табличку. Листочек бумажки возьмите, который у вас есть. Сейчас я приближу, чтобы было хорошо видно. Значит, смотрите, очень простая. Три столбика – блюдо, время на готовку и кто готовит. Ну, вот я подготовила такую табличку уже себе. Смотрите, вот она так выглядит, да? Блюдо, время на готовку и кто готовит. Вот вы такую же точно расчертите просто. Можно ручкой. Так. Блюдо, время на готовку и кто готовит. Вот она сейчас нам, эта табличка понадобится. Мы ее будем заполнять. Если уже начертили, поставьте плюсик. Я буду знать, что можно идти дальше. Если нет, ставьте минусик. Я еще поболтаю, чтобы вы успели ее начертить. Так, вот так вот я поставлю, чтобы было видно, к чему делаем. Угу. Так, хорошо. Плюсики. Хорошо, хорошо. Десерты много времени, но десерты мы будем делать такие, выбирать такие, которые можно сделать заранее, прямо сейчас. Вот серьезно. Куча рецептов, которые можно начать готовить прямо за два месяца, а тем более за две недели, то, что у нас осталось до Нового года, вы даже не успеете эти десерты съесть. Да, и они у вас уже будут готовы, вы уже вопрос с десертами закроете. Сделали. Отлично. Отлично. А сейчас мы ее начинаем заполнять. Причем заполняем вот в таком виде. Смотрите, мы с вами просто определили, сколько у нас салатов, сколько закусок. Да, и по времени. Вот так вот разбиваем. Разбиваем и сразу смотрим, что могут приготовить другие люди. Ну, вот смотрите, вот моя табличка, например, есть вот такая. Когда видно, что готовлю я. Вот, смотрите, я вам в таком виде покажу ее. Так, ну вот, мои два салата, один я готовлю. Так как я еще не знаю, будут ли гости, то если они будут, то один салат попрошу их сделать, чтобы они его сами сделали и принесли. То есть мне как минимум полчаса это освобождает. Закуску одна готовлю я, вторую закуску я куплю готовую. Я подумала, что неплохо бы какую-то рыбную закуску, типа слабосоленой, какой-нибудь форели заказать. И вот, скорее всего, я сделаю такую закуску, куплю готовую. Да, значит, у меня останется, я брала прямо по максимуму, если мне хочется заморочиться, 50 минут. Горячее одно и второе. Я очень люблю готовить такие основные блюда помпезные, поэтому я себе это оставила. Гарнир попрошу сделать, чтобы муж почистил картофель, но уже пюре я сама сделаю. Если у нас будут гости, то один десерт принесут они. Возможно, это будет тортик или какие-то пирожные, я их попрошу. Один десерт 100% будет мой. То же самое по напиткам. Один сделаю я, а если будут гости, тогда увеличиваем количество тоже за счет гостей. То есть вот у гостей будет такая традиционная, традиционный набор. Они приносят что-то попить, что-то сладенькое, и я попрошу сделать салатик, причем скажу какой. А как гостей? Очень просто. Смотрите, если к вам на Новый год приходят гости, то как минимум это близкие вам люди, правильно? Вы не будете встречать Новый год с малознакомыми людьми. И если это близкие люди, они сами захотят вам помочь, они сами будут вас спрашивать, что принести. И вы можете заранее сказать, слушай, ну вот там кто к вам приходит, подруга или родственница, что вот, ну принеси, пожалуйста, вот это. И это будет очень хорошо воспринято, это будет даже в радость, что люди друг другу помогают и вместе празднуют Новый год и вместе готовятся. Да, вот, кстати, тоже подсказка. Если не хотят готовить, пусть несут фрукты, напитки и торт. Тоже как вариант можно. Закуска – это нарезка. Может быть, как вариант еще и нарезки сделать. То есть, ну, ее, в принципе, готовить-то не надо, поэтому я в это меню ее не включаю. Ну, как я не включаю, например, хлеб или чай, потому что это по умолчанию, оно не готовится. Да, все правильно, Елена, пишите, что правильно воспитанные гости сами спрашивают, что принести. Да, все, вот эту табличку мы сейчас заполняем. Примерно так. Напишите, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы это сделали уже. Ну, вот Анастасия пишет, что да, всегда ходят в гости с едой и хорошие гости всегда сами спрашивают, что принести. Да, это правило приличия, это нормально. Это нормально, что и спрашивают люди, и сами может хозяйка попросить, что принести. Причем, когда вот я, например, собираю большое количество гостей, да, как, например, друзья собираются, я всем заранее даю одинаковое задание. Потому что если сказать, ну, принесите что-нибудь к чаю, да, там будет 8 одинаковых тортов каких-нибудь там масляных, и никто не захочет есть. Или, например, там, если летом какой-нибудь там 4 арбуза, которые тоже никто не может смотреть. А если правильно распределить, там попросить, вы вот такие фрукты принесите, вы там, может быть, сыр принесите, вы вино принесите. Вот, отлично, стол накрывается. Все, девочки, закончили с этим. Хорошо, успели. Теперь начинаем, вот теперь будет про деньги. Теперь будет про деньги, потому что то, что мы замахнулись, на самом деле, наши возможности по меню ограничиваются нашим временем и нашими финансами. То есть, посмотрите, вот прежде чем думать, какие блюда выбирать, там, красная рыба, икра или что-то попроще, давайте определимся с суммой. Сколько можно потратить? Вот, если хотите, можете написать в комментариях. Если для вас это, ну, не хотите писать, можете не писать. Вот я обычно планирую в бюджете 5 тысяч. Этого хватает просто выше крыши. Еще остается на все остальные праздники. А те, кто участвует в марафоне «Новый год без плиты», я еще покажу пример новогоднего меню, где можно там в 2 тысячи с небольшим уложиться, и причем приготовить нормальный такой хороший стол. Так, хорошо. Получилось 8,5 часов, да? Сейчас будем переделывать. Два салата мало. Ну, смотрите, два салата плюс две закуски – это прямо очень много, плюс два вторых блюда – это мало. Точнее, этого достаточно. Вот поверьте по опыту, что этого будет достаточно. Два салата, две закуски. Смотрите, это уже 4 блюда, которые подаются до основных блюд. А потом еще основные два блюда и гарнира. Потом еще десерты сверху. Ну вот, в основном 3 тысячи, да? Отлично. Но 3 тысячи, да, если у меня будет семейный праздник – это 3 тысячи. Если мы будем с гостями, тогда это будет 5 тысяч, и все равно еще останется. Это прямо еще и с напитками. Это будет, этого будет достаточно. Хорошо, определили. Теперь будет приятное задание. Сделали, да? Теперь давайте выбираем любимое блюдо всей семьи. Вот у каждого это… Знаете, я такой вот прямой эфир про составление новогоднего меню провожу уже, наверное, третий год. И мне так всегда приятно видеть, что мы живем все-таки в одном культурном пространстве, и у нас у всех на Новый год одинаковые блюда. Например, вот то, что не обходится в Новый год в моей семье всегда – это салат оливье, селедка под шубой, картофель, картофельное пюре или запеченное. А свекровь, если она присутствует на наших праздниках, она всегда готовит один и тот же торт «Наполеон», да? Вот давайте сейчас напишем, какие блюда вы обязательно, обязательно будете готовить. Вот без них Новый год невозможен в вашей семье, да? Так, пюре, селедка под шубой. А я буду говорить, если у вас, вы, может, сразу вспомните что-то, что вы забыли, а что такие классические блюда. На 10 человек 10 тысяч нормально, даже вам еще хватит еще на новогодние праздники, конечно, нормально. Но если вы не собираетесь их кормить исключительно икрой и трюфелями, тогда да, нормально. Оливье, гусь и картофель Гратен, так, отлично. Полуфабрикаты, жареный гусь. Крабовый салат, ну классика, точно, крабовый салат. Такое советское наследие, да, но без них... У меня тоже всегда в меню есть вот такие блюда еще советского прошлого, и тоже без них не представляем Новый год. Тушеная картошка, холодец, оливье, пюре, экра, шампанский, оливье, шуба. Да, ну оливье, конечно, студень. Вот вспоминаем сейчас эти блюда, минуты две мы на это дадим, а потом мы будем их заносить в табличку. Оливье, торт медовый или дамский каприз, курочка. Так, отлично. Шуба, крабовые, мясные пальчики. Пальчики, точно. Хорошо. Еще, знаете, есть свинина с черносливом, часто вспоминают. Утка по-пекински, медовик. Ага, хорошо. Цезарь с креветкой и руккола. Муж отвергает советскую классику. Понятно. А у меня муж наоборот. Он прям вот обязательно должен быть оливье, селедка под шубой. Селедка под шубой, как правило, мы даже не успеваем съесть, но она прям как символ стоит, как елка, только для красоты, но стоит на столе. Шуба, пельмени. О, как неожиданно, пельмени. Да, маринованная скумбрия или соленая. Угу. Я расскажу про бюджет на Новый год. Вот если вы участвуете в марафоне Новый год без плиты, то вы обязательно, я еще вышлю пример этого меню, вы увидите, что можно очень здорово накрыть стол, когда прям не то, что не стыдно, а все на этом столе есть, и причем уложится в очень небольшую сумму. Так, мясо оливье, крабовое, что-то со шпротами. Да, шпроты, точно. Точно, точно. Салат-обжорка. Бутерброды со шпротами. Еще, наверное, такие, знаете, которые запеченные в духовке, да? Ага. Мимоза. Шуба. Хорошо. Все. Немножко вспомнили, кто следит за комментариями, поностальгировали, да? Холодец. Мамины соленья. Грибочки, да? Шампиньоны маринованные. Так. Так, кто захотел сейчас покушать? У кого возникло такое желание? Мы тут такие вкусности говорим. Хорошо. Теперь мы берем нашу табличку, ту, которую мы заполняем, и начинаем сначала в нее заполняем теми блюдами, без которых наш Новый год семейный просто невозможен. Вот те блюда, которые вы сейчас вспомнили, они уже должны быть в табличке. Ну вот, например, она может выглядеть так. Сейчас я ее покажу. Ой, камеру хватает. Сейчас покажу на компьютере. Так. Вот так она может выглядеть, например, да? Оливье, цезарь, яйца фаршированная икрой, пастрома из куриной грудки, отбивные голубцы, запеченые картофель, шоколадная колбаса, торт. Это вот мое такое прошлогоднее меню. Да? В этом году немножко будет по-другому. Я уже тоже, я уже готовилась к этому вебинару и сама составляю меню вместе с вами. Ну, Оливье, это прям обязательно. Если будут гости, то вот вместе с гостями мы определим, какой салатик они могут приготовить. Дальше будут бутерброды с икрой, ломтики и форели, семга, фаршированная креветками, есть у меня такой помпезный рецепт, курица на банке, пюре, шоколадная колбаса, рождественский кекс. Еще напиток, если будут гости, тоже определим с ними, что они хотят пить, алкогольное или безалкогольного. Ну, я всегда говорю, глинтвейн, тоже люблю это дело в двух вариантах. Есть виноградного сока для детей с минимумом специй, ну, просто компотик, да, и уже нам взрослым немножко другой глинтвейн, уже не из виноградного сока, уже настоящий. Хорошо, записали. То есть ваша задача сейчас вот в эту табличку, которую вы сделали, записать традиционное блюдо, которое вы обязательно просто вот планируете, готовите, без которых в вашей семье Новый год уже Новым годом не считается. Если вы какие-то блюда не знаете, что записать, это не страшно, мы сейчас их будем подбирать. Так. Можно, да, 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 можно то, что вы знаете, записывайте, то, что не знаете, оставляйте знак вопросика, сейчас подберем. Хорошо. Хорошо. Кто написал, ставьте плюсики. Да, рецепт семги с креветками есть на сайте. Тоже скину, наверное, в презентации там будет. Детский глинтвейн готовится точно так же, как и взрослый, только он готовится из виноградного сока, а не из вина. И он готовится без специй, но готовится вместе с яблочком. Изюм я туда добавляю. То есть это просто такой компотик на виноградном соке. Но выглядит он внешне точно так же, как и взрослый, поэтому дети прям чувствуют свою принадлежность к взрослому миру, им хорошо. Так, поставили плюсики. Хорошо. Ну, теперь давайте перейдем уже, если у вас остались свободные места, значит, переходим к выбору рецептов. Я сразу скажу, что у нас после выбора рецептов еще будут несколько организационных моментов по составлению меню. То есть мало составить само меню, нужно еще составить список покупок по меню, нужно составить план, когда вы это все будете покупать. Тоже мы сейчас об этом поговорим. И во время марафона тоже это все будем делать. Так, ну, значит, первое. Давайте выбираем, начнем с рецептов салата. Я вам покажу презентацию. Смотрите, вот те ссылки, которые я вам сейчас показываю, те, кто участвует в марафоне «Новый год без плиты», я вышлю презентацию. Вы сможете по этим ссылкам походить и все посмотреть и салаты, и все рецепты, которых я сейчас буду показывать, рассказывать, и еще намного больше, потому что в презентацию все не влезло. Итак, наша задача выбрать такие рецепты салатов, чтобы они все готовились заранее. То есть 31 числа максимум, что вы можете сделать, это этот салат собрать, заправить. Но все ингредиенты уже должны быть готовы, там сварены, почищены и так далее. И остается только смешать и заправить. Значит, основной принцип приготовления салатов заранее заключается в том, что, первое, если вы готовите салаты, если вы готовите салаты, которые слоями пропитываются какой-то заправкой, ну, например, селедка под шубой или мимозой, они слоями выкладываются, да, тогда вы можете спокойно вечером 30-го сделать, и они как раз за сутки должны дойти до своей кондиции. Это прямо заложено в рецепт, что они требуют примерно сутки для того, чтобы они все пропитались. То есть с этим просто. Если же вы готовите салаты, которые ингредиенты смешиваются, чем-то заправляются, например, тот же оливье, тогда другой принцип. Вы все ингредиенты готовите, вы их чистите, например, там морковь отварили, почистили, картофель отварили, почистили, можно нарезать, но не смешивайте. Не смешивайте ингредиенты, они все хранятся отдельно. Отдельно морковка, отдельно картофель отварной, отдельно хранится горошек, да, то есть не смешивая, и можно 30-го вот все подготовить. Вам 31-го останется только смешать и заправить заправкой. Ну, кто как готовит, кто-то готовит со сметаной, кто-то с майонезом, кто-то другую заправку делает, это не важно. Любой вот принцип, когда вы готовите такие салаты, первое, не смешиваем, а второе, самое важное, не заправляйте заправкой. Даже, ну, на будущее, да, даже если вы готовите салат и рассчитываете, что вам его хватит на несколько дней, не заправляйте за заправкой никогда, потому что срок хранения салата именно из заправленного сокращается буквально до нескольких часов. То есть, ну, максимум вы можете это ливье, если приготовили непосредственно перед новогодней ночью, еще утром на завтрак, да, но потом я уже просто, и он хранился в холодильнике, но потом категорически не советую даже пробовать такие заправленные салаты. Хорошо портятся, просто намного быстрее, ускоряются все процессы, когда они уже идут процессы, когда начинают салаты портиться. Ну, давайте теперь конкретно по примерам, да. Значит, принципы понятны. Ну, начнем с классики, да, то, что можно готовить за сутки, то есть 30-го числа спокойно, в полностью готовом виде. Классические салаты наши, гранатовый браслет, сельдь под шубой, мимоза, салаты помпадур, салаты снегурочка, креветки с авокадо, все эти салаты объединяет то, что они готовятся слоями, укладываются друг на друга, пропитываются каким-то соусом, и они вот прямо в этом виде, прямо в той емкости, в которой вы их укладываете слоями, например, там в миске или в кольце, они и хранятся. Непосредственно перед подачей вы достаете этот салат, например, из кольца или из формы, где он готовился, и уже украшаете и подаете на стол. Вот таким образом. Понятно? Любые салаты, ну, отвечая на вопрос, портятся ли слоеные салаты? Любые салаты портятся, смотря как хранится, сколько хранится. То есть, если вы готовите салаты, например, за сутки, нормально, да, то есть 30-го вечером приготовили, и он заправили, и он у вас, слоеный салат, прекрасно сохранится до Нового года. Так? Хорошо. Есть варианты другие, то, что я вот уже говорила, смотрите, например, оливье, цезарь, салат из печени, трески из кальмаров, с беконом, с опятами, с ананасом и сыром. Вот еще несколько новых рецептов. Рыбки в пруду вы появились на сайте, зимний днестр, оранжевые снежинки. Ну, вот все рецепты можно будет потом найти по ссылочке. Смысл их в чем? Смысл в том, что все ингредиенты чистятся, отвариваются или запекаются, или другим каким-то образом проходят термическую обработку, нарезаются и хранятся прямо в отдельных мисочках до часа икс. Вот когда уже вы накрываете на стол, вы можете все это смешать, заправить, заправить заправкой и подавать на стол. Ну, вот тогда, тогда, в принципе, тогда ничего тоже не испортится, не нужно будет 31-го стоять и тазик, тазик оливье нарезать. Если вы уезжаете 30-го, то 29-го лучше салаты не готовить. То есть, салаты из вообще вот в самые быстро портящиеся такие блюда это салаты и десерты на основе кремов. То есть, если вы хотите приготовить заранее, просто избегайте вот этих категорий блюд. Сосредоточьтесь лучше на закусках, те, которые тоже можно заранее приготовить. Я вам тоже сейчас покажу рецепты. Ну, и тоже десерты, которых есть либо крем, либо какая-то начинка на основе там масляного крема или сливок. То есть, их тоже тоже заранее лучше не готовить, лучше выбрать другие варианты. Хорошо. Какие это могут быть закуски? Сейчас вам тоже покажу. Ну, тоже ссылочку, естественно, я всем кину. Все, кто записался на этот, на марафон Новый год бисквиты, значит, идеально, если то, что вы выберете, это холодные закуски, которые могут храниться в холодильнике. Самые холодные закуски, ну, например, холодец, да, то есть, вы можете приготовить прямо 30-го числа или даже 29-го в холодильнике будет храниться и ничего не случится. Отдавайте предпочтение готовым закускам. Например, нарезкам, сырным, мясным, маринованным, чего-то, квашеным, то, что соленое, грибы, овощи, то, что уже готово заранее. Это сократит ваше личное время, когда вы будете готовить. То есть, вы не будете эту закуску, например, сами стоять и делать, да, вы просто возьмете что-то готовое, то, что, может быть, вы заранее, там летом, например, грибочки замариновали или холодные закуски, какие вы можете сделать и в холодильник поставили и все, потом забыли. Теперь примеры, да, видите. Ну, вот, например, маринованные шампиньоны, рулет со шпинатом и лососем, закусочные наполеоны, заливное, заливное холодцы, все туда же, закуска из сельди с овощами, слабосоленая семка, можно купить, можно сделать самостоятельно. Вот из новых рецептов маринованная фета, сливочный мусс лососем, закуска из ананаса и сыра, ленивая шуба, корзиночки с грибами и курицей, корзиночки, естественно, мы сами корзиночки не складываем, просто ингредиенты отдельно храним, а уже непосредственно перед подачей все смешиваем и уже украшаем корзиночками. Рулет из индейки с черносливом, если он холодный, он подается, естественно, как холодная закуска, тогда заранее. Вот видите примеры? Понятно? Понятно, к чему мы отдаем предпочтение, какие мы блюда выбираем? То есть вот то, что все, что я перечислила, это то, что можно приготовить заранее. Что-то сильно заранее, например, 29 числа, и оно, на мой пример, тот же, те же закусочные, например, торты или рулет с индейкой и черносливом, что-то 30 числа можно приготовить, оно будет хорошо храниться в холодильнике. Понятно, да? Супер! Отлично! Отлично! Хорошо! Ну все, вот мы, примерно вы определяетесь. Смотрите, я вам показываю несколько идей, рецептов. Напишите, пожалуйста, что вы выбрали, вот что вы будете готовить в качестве салата и закусок. И не традиционное блюдо, которое мы с вами уже говорили, а то, что вот что-то из новенького. Для чего это нужно? Мне просто хочется, чтобы все, кто смотрит сейчас чат, все, кто читает комментарии, у вас тоже была возможность обменяться новыми идеями, вы, возможно, что-то посмотрите, да, и тоже что-то решите, что вы будете готовить. Сейчас утащите в свое меню. Да? Ни звука не видя. Все нормально. Хорошо. Девочки, да, я постараюсь сохранить эфир. Инстаграм сейчас так штормит, что не всегда это получается, но все, что от меня зависит, я, конечно, сделаю. Салат Днистр с креветками авокадо, отлично. Бутерброды с семгой, ну, простой такой, да, рецепт, даже 30 минут не нужно, чтобы его готовить. С креветками хурмой, третья как квадро. Ух ты. Так, сливочный мусс лососем, хорошо, супер. Хорошо, идем дальше. Смотрите, нам осталось самое основное, самое основное, это горячее блюдо. Вот давайте его выберем так основательно. Вкусно. Значит, что мы можем сделать? Тоже рецепты, ссылочку я дам. Мы выбираем рецепты горячих блюд по тому же критерию, то, что можно готовить заранее и в праздничный день. Тут два варианта. Или вы только его подогреваете, или оно уже полностью готово, например, замаринованное, но вам важно, чтобы пахло из духовки каким-нибудь мясным вкусным запахом, и вы уже просто ставите в духовку, ставите таймер, и это, в принципе, тоже вашего времени готовки, оно активного не занимает. Можно или этот вариант, или вариант с духовкой, как вам нравится. Духовка или мультиварка, или гриль, это не суть важно. Что это может быть? Ну, давайте начнем с мяса, да? То есть горячее блюдо из свинины, из говядины, из баранины, что вам нравится, да? Вырезка соусом песто, всегда рассказываю про этот рецепт, потому что более простого и, наверное, и эффектного блюда я просто не знаю, потому что оно готовится, ну, там активного времени готовки 5 минут, вот реально 5 минут, и смотрится красиво, и интересно, и какое-то необычное тоже подача, может быть. Свинина, то есть разные мясные рулиты, тефтели в беконе, фаршированная свинина с грибами, лазанья, бифштексы, баранья нога в тесте, да? То есть несколько примеров. На самом деле, практически все блюда мясные, вот такие праздничные, их тоже можно заранее готовить. Мясо по-французски вот тоже подсказываете в чате. Точно? Точно-точно можно, конечно. Котлетки, утка с яблоками. Да, вот смотрите, второй вариант, это горячее блюдо из птицы. Ну вот на Рождество часто готовят гусь в яблоках или утку. Два моих любимых рецепта гусь в яблоках и пиратская утка. Пиратская, потому что с ромом и апельсинами. То есть такой необычный рецепт, если хочется чего-то традиционного, но с налетом экзотики кубинского, вот прямо этот рецепт берите. Лазанья с курицей тоже заранее готовится, пастрома из куриной грудки, рулеты, утиная грудка, да, вот все такие рецепты. Если предпочитаете рыбу, то вот тоже может быть рецепты из красной рыбы, вот ссылочки, из морской. А я только примеры, да, это мельфей с лосося, филе рыбы, свекле рыбы под горчичным соусом, семга с клюквой в тесте, лосось фаршированный с креветками, это то, что я упоминала, что будет на моем новогоднем столе в этом году, да, шашлычки из семги, вот такие рецепты. Почитаю тоже, что вы пишете сейчас в чате. Курица с ананасами, так, вкусно, вырезка с соусом, песто, ага, как все аппетитно. Вы знаете, я с вами разговариваю, мне бы так уже ужинать захотелось, но я пока держусь. Говядина в красном вине, да, отлично. Ну, и в прошлом году я готовила это, бёв бюргиньон, вот говядина как раз в красном вине, очень вкусно было. Индоутка, дома, отлично, хорошо. Все, давайте дальше. Следующее, что мы думаем, это, вот мы определились с основным блюдом, теперь нам нужно определиться с гарниром. Как правило, смотрите, если вы готовите мясо или птицу, то желательно выбирать гарнир овощной. Если у вас рыба или если у вас основное блюдо, это как раз, например, тоже овощное блюдо или крупяное, тогда можно что-то более, более такое тяжёлое, плотное, тоже, например, та же крупа, например, рис к рыбе, да, или овощи, овощи хорошо будут, например, к мясу. Если у вас жирное мясо или птица, например, гусь или утка или свинина, да, то есть какое-то жирное мясо, постарайтесь выбрать на гарнир что-то кислое, что нейтрализует и вкус вот этого жира возьмёт его на себя. То есть, ну, может быть, классические варианты, например, с квашеной капустой, с мочёными яблоками, да, с чем-то кислым. Понятно. Хорошо? Значит, сейчас покажу примеры, что можно же заранее. Ссылочки будут. Значит, лёгкие гарниры из овощей, картофель, капуста, фасоль, паста, баклажаны, рис, гречка и так далее. Стараемся не перегружать, чтобы это было что-то максимально лёгкое, нежирное, без каких-то больших добавок там жира, потому что у нас и так будет насыщенный новогодний стол. Гарниры облегчаем. Вот несколько примеров тоже гарниров, которые можно готовить заранее. Тут всё просто, да, цветная капуста, картофель запечённая, капуста брокколи запечённая, зелёная фасоль отварная, рататуй в перце, бюсельская капуста с сыром, тоже всё можно это сделать, сделать заранее. Ну, или классика, как картофель в любых его проявлениях, наверное, практически в каждой семье хорошо идут. Хорошо. С гарнирами определились, да? Вот тоже сборные запечённые овощи и грибы, тушёный картофель, сало с квашеной капустой и жирные кисло. Да, традиционно есть такое блюдо. Мясо по-французски уже с гарниром, но не совсем, но, но в принципе, да, картофель по-деревенски. Хорошо, супер. Хорошо, что поужинал, но слюни всё равно текут. Да, надо было этот вебинар немножко раньше назначать, вы правы. Так, десерты. Поехали, давайте про десерты. Значит, самое плохое, что вы можете придумать и ухудшить свою жизнь, это прямо начать готовить торт, особенно торт, если вы будете готовить 30-го, а ещё хуже 31-го, торты прямо нет. Вот, придумайте всё, что угодно, но только не мучайте себя тортом. Хочется тортика, лучше купить. Либо второй вариант, заранее его приготовить, коржи прекрасно замораживаются. Вот, если вот вы просто не представляете Новый год без тортика, тогда хотя бы облегчите себе жизнь тем, что вы его частично заморозите. Да? Значит, всё сладкое. Принцип, он будет у нас на марафоне, мы готовим до 25-го декабря. Я вам буду высылать рецепты, которые можно приготовить, такие блюда до 25-го декабря. Это закон. Да? То есть, вы 25-го числа, все, кто участвует в марафоне, вопрос с десертами закройте полностью. Ваша задача будет только удержаться, до 31-го декабря их не съесть. Да? А во всём остальном у вас всё, десерты уже будут готовы. Значит, если у вас, если у вас есть в семье дети, готовьте все десерты в двойном количестве. Ну, потому что, во-первых, если вы всё-таки не удержитесь, и 31-го числа всё что-то съестся, то у вас всё равно что-то останется. А во-вторых, впереди длинные новогодние праздники, и у вас всё равно это пригодится. Вы будете ходить в гости, можете с собой что-то взять, к вам будут ходить в гости, вы, соответственно, тоже с собой можете захватить, например, те же имбирные печенья, да, или какой-то кекс рождественский с тукатами. Поэтому вот это всё с собой можете взять. Девочки, звук есть? Всё нормально? Хорошо. Всё. Панакота с мандаринами. Да, сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу рецепты, которые тоже можно готовить заранее. Так, переключаемся. Ну, вот смотрите, да, из, например, печенья умка, тирамису, можно заранее, потому что это как вариант с лёдкой под шубой, это тоже слоями заранее поропитывается. Фруктовый пудинг, мандариновая панакотта из новых рецептов, бирные маффины, медовые звёздочки. То есть всё, что касается печенья или пряников, вообще прекрасно хранится и прекрасно всё это готовится. Что ещё можно? Кексы разные, особенно из орехов и сухофруктов. Панфорта, да, запечённая тоже смесь из мёда, орехов, сухофруктов, невероятно вкусная штука. Домашние конфеты, домашние шоколадные трюфели, конфетки шоколадные, рождественские кексы разные. Я всегда пеку рождественские кексы, они хранятся очень долго. Так, я прям не буду долго останавливаться на этих слайдах. Это прям мучение смотреть на это всё, хочется сразу же всё готовить. Ссылочки, смотрите, ссылочки на десертах будут в презентации, прямо погуляйте по ним. Очень советую до 6 вечера это сделать, погулять по этим ссылочкам. У нас остаётся ещё напитки. Значит, напитки, какие рецепты напитков можно приготовить? Значит, всё заранее. Напитки, если мы говорим, например, об алкогольных напитках или безалкогольных, все ингредиенты готовятся заранее, собираются в одном месте, ну, например, смеси для глинтвейна, да, или какие-нибудь лимонады. И потом уже можно готовить его 31 числа, если это часть семейной традиции или шоу для гостей. Это на самом деле очень здорово, когда, ну, мне нравится прямо часть семейной традиции, когда варится вот этот глинтвейн, и на всю квартиру невероятно пахнет вот этим запахом специй, корицей, гвоздикой. Это всё очень вкусно, и от одного запаха сразу пельнеешь, и согреваешься, и, ну, такая здоровская весь процесс, и муж участвует, ходит кругами вокруг, вокруг кастрюльки, спрашивает, когда это будет готово. Ну, и потом самое удовольствие, когда дети наконец-то ложатся спать, а у нас с мужем ещё есть время подумать о уходящем новом, о уходящем годе, и планы на следующий год. Вот посидеть вместе с бокальчиком глинтвейна, это большое удовольствие. Хорошо. Дальше, ну, давайте я вам покажу примеры, да, что можно заранее приготовить, или готовить ингредиенты заранее, а вместе потом уже готовить. Ну, имбирный чай с клюквой, это не проалкогольный, горячий сидр, клюквенный напиток с джином, и ещё джином, и ещё много-много рецептов, у нас прям такой, есть алкогольный разделчик на сайте меню недели, и там такие, такие рецепты для души, тихими вечерами семейными. Хорошо. Бабушкины компоты тоже сюда пойдут. Итак, наша задача. Смотрите, у нас осталось 4 минуты до окончания прямого эфира. Насколько я помню, Инстаграм сохраняет только час. Давайте так, если мы не успеем, то я сохраню этот эфир, а потом ещё раз выйду в прямой эфир, расскажу про остальные шаги. Поэтому, если я исчезну вдруг из прямого эфира, вы не пугайтесь, вы просто заходите потом ещё раз. Хорошо. Значит, так, теперь возвращаемся к нашей табличке. и полностью заполняем её всем, чем вспомнили, всё, что решили. Это ещё, конечно, не окончательный вариант. У вас ещё будет возможность, вы завтра, я утром вышла в презентацию, вы ещё побродите по ссылкам, возможно, у вас ещё родится много новых, интересных идей, вы туда их тоже добавляете. Но примерно сейчас у вас должно быть заполнено всё, полностью вот это всё, что вы готовите, время, и кто готовит. Если есть вопросы, сейчас задавайте. Смотрите, на марафон можно подписаться, я периодически даю ссылку, по-моему, сейчас как раз в профиле стоит эта ссылка, можно записаться на него через эту ссылку. И второй вариант, на сайте есть ссылка, прямо там баннер висит, Новый год без плиты. Если не можете подписаться на e-mail какой-нибудь, попробуйте на другой e-mail. Хорошо. Два дня писем на почте нет. Ну, если вы попали сегодня на вебинар, значит, наверное, было письмо, я как раз вот в письмах предупреждала, что будет прямой эфир, все приходите, всем расскажу. Так, хорошо. Я ещё буду рассказывать, девочки, ещё не всё. Значит, кто написал табличку, ставьте плюсик, нам ещё два шага сделать, да, про организацию меню, что вообще, ну, вы составили меню, а что дальше? А вот дальше я-то сейчас расскажу, что мы с этим меню делаем, и когда. Ставьте плюсик, если всё сделали. Прямо у вас вот табличка должна быть наполнена, заполнена, в голове должна быть куча идей, что можно приготовить, должно быть понимание, что всё не так страшно, что действительно можно всё заранее приготовить, и рецепты такие выбрать, они существуют, всё это достаточно просто. Плюсики. Хорошо. Теперь переходим к следующему шагу, который называется список покупок. Естественно, мы сейчас полный список покупок составить не успеем, потому что у вас, вам нужно будет детально посмотреть все рецепты и выписать все, всё, что у вас, все-все-все ингредиенты по этим рецептам. Но, что важно, что очень часто забывается, и это прямо сейчас начинаете писать, потому что забудете, потом придётся мужа гонять ещё несколько раз в магазин. Сейчас я вам покажу этот список, человек свой, прям такой кулинарный минимум. Значит, хлеб, какой праздничный стол без хлеба, да, обычно находится всегда за праздничным столом человек, который говорит, я без хлеба не ем, да, и приходится его искать. Хлеб, соль, сахар, приправы, специи, соусы, например, там, чёрный перец, молотый горчица, уксус по вкусу, ну, кто что любит, да, чай, кофе, обязательно, разный, потому что, особенно, если у вас будут гости, и чтобы вы могли предложить, что будет чай, чай, кофе, но только при условии, что у нас есть только чёрный чай, да, чтобы такого не было, чтобы вы могли разные варианты предложить, кто-то фруктовый, кто-то чёрный, кто-то зелёный, кофе растворимый, кофе натуральный, кто как любит. Обязательно ещё посмотрите продукты для украшения готовых блюд. Ну, уныло смотрится, если вы приготовите салат и никак его не украсите. Самое простое, например, там, свежая зелень петрушки, укропа, листья салата, что-нибудь купить, это всегда, очень часто про это забывается, но если у вас будет под рукой, вы в списочек сразу это внесёте, то вы там рыбку лимончиком украсите, да, какой-нибудь салатик оливкой или маслинкой украсите, где-то петрушечкой подсыпите, другой вид. Вот очень-очень важна эстетика и очень важно то, как подаётся блюдо, как оно украшено, это прямо отражает отношение хозяйки к тому, что она делает, именно то, как оно украшено. Бумажные салфетки не забудьте, сейчас очень классно, всякие бумажные салфетки со снеговиками, с Дед Морозами, снежинками, вот можно тематически купить. Фрукты, шампанское, да, ну, даже если вы там не пьющая семья, то, как правило, там бутылочка шампанского символически всё равно покупается, вот это не забываем, да, это, это есть. Хорошо, это список на холодильнике висит, супер, супер. Следующее, что мы делаем, ну, вот, мы ещё с вами обязательно составим список покупок, те, кто участвует в марафоне «Новый год без плиты», прямо подробно я расскажу, как, что это делать, какого, какого, когда мы запланируем специальный день, когда вы пойдёте за покупками, вы не пропустите тоже это, это событие, вы всё это, всё это тоже вовремя сделаете, да, что я вам ещё сделаю, значит, что будет ещё впереди, я такой анонсик даю, значит, я ещё дам примеры несколько меню новогодних, во-первых, будет пример меню для, готовые меню, я их тоже каждый год высылаю, те, кто участвует в них первый год, вы знаете, да, для опорные, то есть меню рассчитанное на несколько, на разное количество людей, от двух человек, вот меню для влюблённой пары есть такое, есть меню в традиционном стиле, это если у вас там родственники старшего поколения будут, да, тот же самый оливье, крабовый салатик, или свинина с черносливом, да, меню для встречи гостей, это если вам прям везёт, и у вас будет за столом собираться, например, там человек шесть больше, то есть что можно приготовить, при этом не умереть на кухне, да, и если постное меню, вот я вижу тоже, девочки, вы пишете, что вы, кто-то соблюдает пост, для вас это важно, тоже будут примеры постных меню, и я ещё дам примеры всяких разных праздничных блюд, которые можно в пост приготовить, то есть можно не нарушая, не нарушая взятые на себя духовные обязательства, тоже Новый год отпраздновать так вот, по-особому, то есть не как в обычные праздничные дни. Значит, маленький анонс, завтра я дам запись вот этого прямого эфира, если мне удастся его сохранить, да, в среду, завтра это будет, в четверг, в четверг, не в среду, извините, примеры меню плюс список покупок я вам дам, на следующей неделе мы с вами будем очень активно выбирать разные рецепты, у вас ещё должна быть возможность что-то в свой список добавить, что-то вы, может быть, ещё чем-то вдохновитесь, будем на следующей неделе тоже покупать продукты и делать первые заготовки. Вот я вам обещаю, что до 25 декабря у вас, например, вопрос с десертами будет закрыт, вот вы его прямо приготовите, да? Хорошо. Вот, девочки, супер. Значит, что я ещё хотела сказать? Я ещё хотела предупредить, что у нас кулинарная школа, кулинарная школа начинается 15 января, три месяца программа, если кто-то ещё не записался, но давно хочет наладить свою жизнь кулинарную, и в 2018 году, чтобы удовольствие от готовки получать, и все эти процессы наладить так, чтобы и вся кухонная жизнь была в радости, дома всегда была домашняя еда вкусная, и при этом не упиваться на кухне, и чтобы занимало это минимум времени, сил и денег. Приходите в кулинарную школу, буду очень рада всем. У нас набирается группа уже сейчас, уже почти все места для участников заняты. Я думаю, что в течение, ну, вот этой недели они, кто успел забронировать, то уже все места будут закрыты. ВИП-участники у нас ещё есть два места. Напомню, что в ВИП-участники там даётся индивидуальная программа, плюс мы ещё рассматриваем про делегирование, про найм домашнего персонала, то есть как в том числе в кухонной жизни делегировать какие-то вещи по готовке или няни, или там работницы, или повару. Вот, ну и наблюдателей, конечно, тоже ждём. У наблюдателей та же самая программа, те же самые задания будут, что и у участников, только мы без обратной связи, но с возможностью присутствовать на таких вебинарах, прямых эфирах, вот как, например, сейчас задавать вопросы. По стоимости, сразу отвечу на вопрос, по стоимости от, за три месяца, это от 14,14 900, сейчас есть возможность покупать в рассрочку, то есть чтобы забронировать место, вы тысячу платите сейчас, и потом в течение двух месяцев уже всю оставшуюся сумму. Например, до 15 января половину суммы, и до 15 февраля ещё половину суммы.